Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях Татьяна Дмитриченко, модельер, дизайнер одежды. И Татьяна пришла к нам, чтобы рассказать о том, как она со своей коллекцией поучаствовала в «Высокой неделе моды» в Москве, которая была учреждена ювелирным домом «Эстель». Эстет. Эстет, да. Татьяна, неделя «Высокой моды», ювелирная неделя «Высокой моды», как ее называют, это уже совершенно другой уровень. То есть в рамках Рязани, разных рязанских показов мы не раз видели ваши коллекции, да, и проекты совместные делали, да, для нашего телевидения в том числе. Расскажите, каково это быть на совершенно другом уровне, выйти уже в уровень тех, кто знаменитый, да, дизайнер-модельер? Да, там было вообще очень много показов, неделя длилась, ну, в течение недели, то есть мы уже были на шестом, участвовали на шестой день. Вот, коллекции были в перемешку таких, как нас, то есть новичков и более известных уже дизайнеров, домов моды. И, честно, было волнительно, было необычно, было как-то все ново, то есть мы приехали, толков не знаю, ничего, эту кухню, на самом деле было очень интересно. Было интересно, было все ново, был замечательный вообще опыт во всем, то есть ты смотришь на все уже другими глазами, ты смотришь на свою коллекцию другими глазами, да, то есть все, ну, не знаю, немножко волнительно. Вот волнительно, другого слова не найду. Волнительно было, наверное, не только в тот момент, когда уже все это происходило, когда модели в вашей одежде шли по подиуму, но и при подготовке. Насколько я понимаю, подготовка – это такой очень режим, скажем так, стахановский. Да. Тем более здесь получилось так, что решение было принято одним днем участвовать там. То есть так сложились обстоятельства, что, грубо говоря, было предложение, в течение дня надо было его обдумать. Мы обдумали и решили участвовать. То есть обычно коллекция создается более долгое время, то есть оно обкатывается, оно создается, это минимум полгода. Здесь было времени полтора месяца. То есть за полтора месяца нужно было попробовать как-то себя показать, что ли, да. Вот это очень тяжело на самом деле. То есть создать некие задумки, образы и еще их и воплотить. Их еще воплотить, потому что существуют накладки, того не хватает, то заказали, то не пришло. В итоге ты задумываешь модель, ты рисуешь ее, начинаешь ее делать, ты понимаешь, что нет, ты хочешь не то. Ты начинаешь на ходу все менять. То есть месяца, конечно, это было очень мало, но мы постарались. Постарались хотя бы минимально сделать вот что-то, ну, конечно, еще дорабатывать будем. Ну, это понятно, что теперь еще эта коллекция будет расти, а можно ли о ней поподробнее поговорить, что это за коллекция, какой концепцией ты руководствовалась, когда ее создавала, какие образы созданы. А вообще идея была такая, совместить кэжел и вечерку. То есть чтобы это был не чисто городской стиль и не чисто вечерний, то есть платье в пол со шлейфами, а что-то такое, знаете, как сказать, общее, чтобы в жизни, ну, там есть некоторые образы, которым можно потом дробить. То есть все в целом это как вечерка, но каждая отдельная вещь может жить совершенно другой жизнью, то есть повседневной. В наше время достаточно такое, знаете, такое скоростное, быстрое, то есть не всегда девушке есть возможность переодеться после работы или что-то еще. Вот, и здесь есть возможность именно самой решать, какой будет у нее образ. То есть самой с этим колдовать, например, одев один образ, ты потом можешь его там, ну, не знаю, как там, в форме, что ли, можно сказать. Вот, и я вот хотела попробовать, это достаточно тяжело, конечно, оказалось, вот, но именно сделать так, чтобы именно лук мог трансформироваться из вечернего в повседневный. Вот, какие-то, может быть, получились, какие-то нет, ну, думаю, начало положено, будем дальше над этим работать. То есть можно ли говорить о том, что это вот такое сейчас существует в последнее время понятие, как капсульный гардероб, когда все вещи идеально друг с другими считают? Ну, вообще, вот, чем хорошо, опять же, именно, немножко скажу, то есть о работе ателье, да, то, что когда человек приходит в ателье, он может, во-первых, сам поучаствовать, да, в создании своего образа, опять же, он знает свой гардероб, он знает, что бы он хотел носить. И, то есть, благодаря именно работе ателье, работе именно партных, там, закройщика, ну, дизайнера, он создается такой капсульный гардероб, который взаимозаменяемый. И это очень удобно, это очень комфортно. Поэтому, когда вы постоянно обращаетесь к одному и тому же мастеру, он уже знает, что у вас есть, он знает, что вам идет. Вот, вот, с постоянными, да, и постоянными клиентами, даже, знаете, как получается, иной раз, ты видишь ткань, ты уже звонишь там, ты знаешь, я вот увидела, она там идеально подойдет к той юбке, которую мы шили. И, то есть, создается именно вот такая капсульная коллекция, потихонечку, понемножечку. Вот, во-первых, это очень удобно, это очень удобно, это очень комфортно, вот, чем какие-то отдельные вещи. А еще вот такой родился вопрос, это, наверное, в связи с твоим ответом. При огромном количестве магазинов, торговых центров, каких-то бутиков на разный там вкус, на разный кашелек, люди все равно идут к партному, к ателье, к дизайнеру. Почему? А я объясню, потому что любой бутик, любой там шоурум, все, это масс-маркет. То есть, у вас нет гарантии, что ваша подруга не придет в таком же платье, а ателье – это другое. То есть, здесь вы получаете то, что хотите вы. И ателье, я считаю, что это нужно обращаться тем, кто хочет быть не как все. То есть, получить, ну, у любой девушки, у любого там женщины, когда она идет в магазин, все равно она представляет образ, который она хочет на себя примерить. Ведь так, то есть, когда мы идем, мы хотим определенное платье, там, да, примерно плюс-минус, да. Вот, и приходя в ателье, вы можете этого платить. Вы говорите дизайнеру, и он начинает с вами на этой почве как бы работать. То есть, опять же, у вас есть возможность самой поиграть своим образом. То есть, вы в этом участвуете. Вот, и плюс, такой вещи не будет ни у кого. Это однозначно, потому что, ну, я скажу просто за себя, я не буду повторять вашу вещь на ком-то еще. Это уже масс-маркет. То есть, то, что создали конкретно для вас, да, я могу использовать какие-то элементы. Ну, это как везде, в принципе, это в любых коллекциях, в любом модельерах. Вот. Но именно штамповать одни и те же вещи, ну, не будем. То есть, поэтому у вас есть гарантия, что придя куда-то, вы будете одна такая. И второго такого человека не будет. Он может это тушить, он может на вас посмотреть. Мне кажется, для женщины это всегда немаловажно, как было. Это на самом деле, да, потому что еще во времена 90-х годов, когда была проблема с тканью, там, с одеждой совсем, даже когда я уже шила, все равно некоторые вещи приходилось покупать, потому что не было недостатка ткани. И вот никогда я не забуду это ощущение, когда на мне была куртка, я увидела в этой же куртке женщину. Мне было настолько неприятно, после этого мне вообще отпало желание какие-либо вещи покупать. Вот. И это ощущение, оно, конечно, неприято, особенно женщинам. Ну, и плюс еще ценность ручного труда. Вот Александр Васильев, да, знаменитый наш гуру моды, так сказать, модного мира, историк моды, говорит о ценности ручного труда, который до сих пор сохраняется, вот эта ценность, верно? Да, ценность труда. Да, а я вам скажу так, что, когда мы это создаем, мы вкладываем душу. Любая вещь, отшитая индивидуально, она несет позитивную такую энергию, вы понимаете? То есть мы когда шьем, мы делаем это для вас. Вдобавок. Почему? Потому что еще ручной труд – это, как объяснить, что такое масс-маркет, что такое массовка? Сидят швейф, сидит поток. И она, когда делает, она просто зарабатывает деньги. Она не волнуется о том, как на вас это будет свидеть. То есть все это чисто технологически, да, то есть она выполняет одну операцию, она вшивает либо рукав, либо подшивает брюки, там, либо вставляет молнию. Здесь же нет. Здесь вот, ну не знаю, как остальные, мы настолько вот вникаем с головой, с душой, когда создается вещь, мы переживаем, если что-то не так сидит. То есть и плюс, ну опять же, я повторюсь, что таких вещей других не будет. Даже вот сейчас в коллекции моей тоже, там есть ручная вышивка. Там ручная вышивка бисером, стразами, пайетками. То есть даже я сама, если захочу, не смогу ее повторить. То есть это вещь, которая индивидуальна, она создана конкретно для вас. Я думаю, что это дорогого стоит на самом деле. Вот, когда человек вкладывает душу, вкладывает терпение, хочет именно для вас, то есть он вкладывает хорошие еще, вот, как сказать, эмоции. То есть я не знаю даже, как это сказать. Для того, чтобы вы были довольны, чтобы вы это носили, этому радовались. Я думаю, что это очень, как бы тоже играет роль. Это такой созидательный, правильно? Вот что говорится, рынок – это потребление, а здесь это созидание. Это созидание, это творчество, это вот настолько… Искусство даже в некоторой степени. В некоторой степени, да, Марина, это так, что это искусство. Иногда делаешь то, что вот просто вот накатывает. И такой еще вопрос. У каждого дамы-дельера, несмотря на то, что их не так много в нынешнее время, но вы востребованы, потому что людей, женщин особенно, не только женщин, наверняка мужчины тоже обращаются, которые готовы и хотят создавать свой собственный стиль, свой собственный образ неповторимый, они есть, они к вам приходят. И у каждого модельера тоже есть определенный свой авторский почерк. Да. Можно ли говорить вот о твоем направлении стиля, вот насколько я для себя отметила, это такое немножко, скажем так, аллюзия к народным традициям, то есть часто использование каких-то народных отгласов, отзвуков, но в современной интерпретации. Можно ли так говорить? Марина, не совсем. Не всегда, да? Иногда, да, в основном я больше люблю классику. Я люблю классику, возможно, народные мотивы, они тоже относятся к классике, те же расшивки, те же мотивы. Мне нравится вот то, что наши узоры, их использовать, да, мне очень нравится. Очень нравится их использовать в современной интерпретации. То есть не как русский народный костюм, а те же корсеты, там есть у меня задумки, еще там куртки, те же что-то еще, да. Вот, одна проблема в том, что эту ткань приходится заказывать, заказывать ее печатают. То есть не всегда получаешь то, что ты хочешь, поэтому эта задумка, как бы она проваливается. То есть трансформируется. Да, то есть получается исходить из того, что мы можем. Вот, я, конечно, классик, но классик тот, который любит какую-нибудь вот изюминку. Вот что-то обязательно добавить, то есть не то, что классический там пиджак, значит, он пиджак. Нет, что-то должно быть в нем. Пускай детали, пускай погодицы, пускай подкладка, пускай какой-то подрез или что-то еще. Я не авангардист, это однозначно, не какой-то хай-тек, ничего, я пробовала, но у меня не получается. То есть классика. Мне нравятся клетки, твиды, вот такие вот, знаете, уютные, комфортные вещи. Вот, можно сказать так, что да, классик, но с небольшой изюминкой. Вот с какого-нибудь вот обязательно деталью, которая будет отличать. Ну, я думаю, люди, которые интересуются модой, уже не раз видели вашу коллекцию. Там мы на рязанских показах, и теперь еще и выехали дальше. О творческих планах в завершении нашей беседы. Что дальше? Учиться, учиться дальше, работать над ошибками. Вот, потому что посмотрела уже на все другими глазами. Потому, ну, как бы, выезжать надо. Выезжать надо даже не для того, что кому что-то показать, а для саморазвития. Это просто необходимо. То есть находиться в одном, вот, как сказать, территориальном плоскости – это, конечно, некомфортно. Вообще хочется еще поучаствовать, потому что первый раз, как это первый, блин, может быть, в каком-то степени комом посмотрели. Надо подумать, надо решить. И именно подойти в следующий раз не так, как сказать, что в течение месяца, а почему бы не поучаствовать, да, там, почему бы не сделать. А именно выложиться, именно создать то, что ты можешь создать. Поэтому вот они проводят, именно эстет проводят два раза в год. Это весной и осенью. То есть если в следующий раз я и поеду, только осенью. То есть уже с хорошей подготовленной коллекцией, именно продуманной, не вот так вот, как бы сказать, нон-стоп, да, а именно так, чтобы действительно показать то, что ты можешь. Потому что я считаю, что я показала там, может быть, 50% то, что я могу, даже, наверное, меньше. Вот. Поэтому учиться, двигаться дальше, совершенствоваться, стремиться к чему-то большему. Мы с удовольствием будем наблюдать за тем, как вы развиваетесь и прикасаться к той красоте, которую создаете. Спасибо, Татьяна, что нашли время, пришли к нам в студию. У нас в гостях была Татьяна Дмитриченко, дизайнер и модельер одежды. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok